Министр сельского хозяйства Яйр Шамир, который через месяц уходит из политики и покидает свой пост, посетил большую выставку продукции, выращенной в Центральной Северной Араве. Более 200 производителей продемонстрировали свои достижения в сельском хозяйстве, в использовании воды, в озеленении и охране окружающей среды. В частности, министру представили помидоры двух новых видов. У одного из них вкус груши, а у другого аромат ежевики. В течение четырех дней проходила ежегодная встреча раввинов, городов и региональных религиозных советов. В ходе этой встречи они обсуждали галахические вопросы, связанные с повседневной деятельностью раввинов Израиля. Обычно на набережных израильских городов, расположенных у Средиземного моря, не так уж и много рыбаков. И вдруг кромку моря буквально усеяли жители Тель-Авива, Яфа, Батьяма и других городов, и все с удочками в руках. Дело в том, что в районе Ашдода были устроены садки для деликатесной рыбы, но шторм разбил их. И эта новость быстро распространилась среди рыболовов. Дело в том, что в районе Ашдода были устроены садки для деликатесной рыбы, но шторм разбил их. И вот, в районе Ашдода были устроены садки для деликатесной рыбы. Готовятся к выпуску компакт-диск с песнями в исполнении Йосифа Голланда, который в 30-е годы в маленьком Тель-Авиве был настоящей эстрадной звездой. Он родился в начале 20-го века на Украине, в городе Кременчуг. В 1925 году добрался до Эр-Цесраэль вместе с родителями и сестрой Соней, пианисткой, но семь его братьев остались в Советском Союзе. Затем он играл в театре Огель, отправился учиться актерскому мастерству и пению в Берлин, вернулся с приходом нацистов к власти и стал одним из самых известных актеров и певцов той поры. Даже первая грампластинка была записана с его песнями. Вот одна из них. В ней угадывается известная ашкенасская мелодия. Субтитры создавал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok